В деревне Акшики Мариинско-Пасадского района прокладывают сети водоснабжения. Скоро жители смогут подключиться к центральной системе. Когда в домах деревенских жителей появится вода, узнавал наш корреспондент Рифат Фадкулин. Я ждала это 44 года. У них долгое время была мечта иметь воду не просто рядом с домом, а чтобы текла из крана. Чтобы вскипятить чайник можно было за пару минут и сварить суп на чистой проточной воде. А уж ежедневная стирка для сельчан – предел мечтаний. В деревне Акшики более 150 жителей. Сколько себя помним, рассказывают они, вода здесь всегда была на вес золота. Раньше мы брали воду из оврага через огород. Во овраге у нас даже ключевая вода, не голодцы не было. Ключевую воду не пили мы, из оврага пили. Зимой очень трудно было. На коромыслах ходили за водой, падали в снег. Иногда пришли даже без воды. Очень трудно было. Сейчас, конечно, мы очень рады, что у нас будет вода. Пока единственный источник воды – это скважины и колодцы. Их некоторые жители сами выкопали во дворах. Однако качество такой воды оставляет желать лучшего. Очень долго ждали. Получается, я как после школы уехал в город, потом приехал сюда. Уже 30 лет живу я в этой деревне. И до сих пор ждали до этого времени. Последние 10 лет, наверное, в своем хозяйстве в огороде мы копали. И оттуда до сих пор берем пока. Вода у нас жесткая, но накипью. Сейчас надеемся, вот это будет у нас чистая вода. Сейчас рабочие прокладывают водопровод по улице Акшики. Около 800 метров, исположенных по проекту трех с небольшим километров. Материалы используют современные, чтобы не менять часто. Учли и диаметр. Засоряться не будут. Сейчас ждут усадки грунта. Останется только сделать планировку и подровнять землю. Кладываемся в срок. Все идет хорошо, по плану. Работаем с 8 до 8. Я копаю и двое у меня сантехники, двое сантехников, один мастер. Всего здесь 4 человека вместе со мной. На улицах появится 14 колонок и 4 пожарных гидранта. Общая стоимость работ почти 8 миллионов рублей. Правда, есть и те, кто не очень радуется централизованной подаче воды. Ведь за воду придется платить. Но для большинства комфорт важнее. Зато будет чистая вода. Потому что сейчас именно с колодцев это где-то метров 40. Там не совсем чистая вода. Хотя анализы тоже проводили. В некоторых местах соответствует Санпино. А сейчас будет вода добыта с артезианской скважины с глубины 120 метров. Все работы планируют завершить в середине сентября. Тогда и заработает новая водная артерия. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика.